здравствуйте дорогие мои друзья ну сегодня хочу поговорить с вами о заговоренном оружии но эта тема кстати касается не только мужчин и женщин потому что часто заговоренное оружие нужно не только для так сказать воинских вещей но и для таких магических ритуалов для защиты себя и что может быть заговоренным оружием это часто обыкновенный нож ну трите пример вот вот мой ножик такой достаточно простенький хороший ножик маленький и использовать его вот в мистических действиях часто он может позволить ну как бы убрать себя какие-то вещи подключения просто вот к примеру когда вы ведете с намерением ведете и обрезаете какие-то вещи какие-то нить какие-то канала то есть к примеру если подключились к вашей печени к вашим почкам вы просто берете как бы убираете что то осознанно можете чувствовать можете просто как бы но работать провести провести ножом просто интуитивно как же любой ли может нож может быть заговоренным да в принципе любой в принципе любой но желательно чтобы это был ваш лучше даже к примеру какой-то новый новый нож то есть не не семейный никакой нетрадиционный а просто просто ножик которые вы купили в магазине лучше его всего всего очистить с помощью к примеру крупной соли снять соль снимает но кристаллы соли очень хорошо снимают негативную информацию забирают ее на себе и как это сделать подогреваете соль вот самый крут такой вот первый помог не какую-нибудь там морскую а просто первый помог пищевая соль разогреваете ее на сковородке температура снимает как бы термическим снимает информацию лишнюю и берете заговариваете ее ну вот соль просто вкладываете намерение словами мыслями не за в какой-то там посуде тарелочки прямо намерение свое словами можете произнести мысленно уложить что вы хотите чтобы эта соль сняла весь негатив всю негативную информацию из этого из этого предмета мы берете свой ножик или что вы там хотите очистить кладете туда на сутки это же через сутки берете растворяете эту соль воде и выливаете в проточную воду ну желательно речка ручей ну канализация тоже годится но уже хуже но в случае с ножом принципе пригодится потому что ну не слишком много негатива и вот уже уже этот нож приобрел чистоту в идеале конечно можно там вложить в него энергетику там просто если вам это тяжело ну как бы носите его с собой где-то там сумочки или близко там к телу в кармане и он как бы становится вашим пропитывается вашей энергетикой и когда вы начинаете работать с ним вы к примеру начинаете просто вкладываете опять же надо уметь работать намерением потому что основная сила это намерение намерение энергии вы можете как бы восходящим потоком вдох через ноги и через руки вдыхаете этот восходящий поток в нож вкладываете его как бы оживляете делайте его не просто куском металла а на нас насыщенным энергии то есть он становится близким вам лучше конечно его как бы сделать как амулетом одухотворить его но это друзья мои слишком наверно сложно для некоторых хотя у меня есть целый плейлист как сделать амулет в таком случае этот нож станет как говорится не просто ножом а так сказать энергетический такой сущностью которая будет работать на вас помогать и защищать вам но уже и так вот просто его как бы накачали энергии и вкладываете намерение когда хотите работать чтобы он работал не только на физическом но и на энергетическом уровне и в таком случае когда вы чувствуете бывает человек чувствует у него там на шее что-то вдруг ему знаете на плечи легло с намерением берете и как бы срезаете то что что на вас налипло если вы не можете ну как как мы с вами уже делали понять что это вызвать хозяина и убрать вы хотя бы каждый раз отрезаете вот эти нити которые на вас налипают и ну как бы откачивают из вас энергетику полностью эта проблема не решает но во всяком случае позволяет как-то вам ну чтоб с вас эту энергию не сливали ну как говорится труба провод как это у нас северный поток не работает до северный поток один работает вот труба провод северный поток из себя чтобы за вас не откачивали не удачу не здоровье не не энергию разума чтобы это было все вашим поэтому вот такая простая простая достаточно практика очень много практик с ножом знаете нож часто такое активирует какие-то места вот к примеру если Если у вас что-то болит, какое-то место, вы можете легонько, уже заговоренным ножом, эти точки активировать. То есть, он в какой-то момент дает. То есть, повышается иммунитет и физически этого тела. Ну, понятное дело, тихонечко, осторожно, соблюдая технику безопасности. То есть, какие-то моменты, когда вы ослаблены, когда вы... То есть, это очень стимулирует тело, когда нож ваш. Нож. Какие-то энергетические центры вы чувствуете, смотрите. К примеру, ладони, стопы. Аккуратно, конечно, естественно, аккуратно. Потому что не надо там тыкать себе. Не надо. То есть, нож может использовать в различных целях, даже мистических. Часто, ну, во всех культурах это использовалось. И мечи, и ритуальный кинжал, и ножи. И часто вот какие-то упражнения физические, когда, знаете, там казаки крутят шашкой. Тоже они как бы обрезают какие-то, ну, вот эти энергетические, работают не только физически. Поэтому часто вот эта вот джигитовка, работа с шашками, работа с различными вещами. Она не только развивает, так сказать, координацию движений, физическую активность, ловкость, но и имеет мистическое значение. Поэтому простой нож может быть реально сильным энергетическим инструментом. И может являться и амулетом, который просто даже в закрытом состоянии, лежа у вас там где-нибудь в сумочке, или где-то может защищать вас. Ну и с его помощью вы можете поднимать и свой физический, и свой энергетический иммунитет. Поэтому, друзья мои, работаем, работаем, не боимся, используем это. Ну, в том числе даже в какие-то моменты, вот, используя нож, его фантом, вы можете даже, к примеру, нет, ну, об этом я говорить не буду. Не буду. Пока. Все, друзья мои, счастливо. Все, друзья мои, счастливо.